Так, ребят, всем привет! В общем, сегодня я решил устранить проблему низкочастотника, а именно, короче, он начал подхрипывать. Ну как начал? Он с самого начала хрипел, просто вот, ну, короче, такое ощущение, будто что-то попало, либо что катушка об что-то оперется. Вот, я, конечно, не смогу сейчас показать именно, как это было, потому что я не снимал тогда видео. Вот, но я его устранил, этот звук, и теперь данная динамика рай чисто. Как я его устранил? Я его доставать не буду, я просто положить его не могу, тут очень сложно его обратно сделать, вот, на что он очень тяжелый. Ну вот, короче, я снял динамик, и там, где идут вот эти контакты, сейчас я покажу на другом. Так, вот у меня сеточка, которую надо будет потом немножко еще почистить. Так, в общем, вот, там, где, ну, допустим, вот там два вот так вместе стоят, и вот там, где вот этот контакт идет, вот, короче, он дотрагивался до, эээ, железный, забыл бы назвать, до этого, до корпуса, короче, до корзины, вот. И я, в общем, туда просто наклеил изоленту, да, она, конечно, плохо держится там, но все-таки держится, я ее наклеил, да, это колхозно, но реально я исправил данную проблему, и теперь, если мы включим трек, на котором у меня постоянно были вот эти подхрипывания, будто туда песок попал, вот, примерно вот так. То я сейчас абсолютно не слышу, ой, у меня телефон разрядился, я абсолютно не слышу никаких призвуков. Вот, короче, все нормально, теперь осталось просто его закрутить обратно, такие здесь, кстати, используются интересные винтики, реально здоровые такие. А, вот, короче, и все, и можно нормально уже, наконец-то, слушать музычку, потому что у меня тогда реально, может быть, в каком-то из видео было слышно, то есть, я когда врубал, возможно, было слышно эти хрипы, но реально просто изолентой я их исправил, как бы, вот. Ну, там вообще контакт сам по себе уже расшатался в... не помню, какой именно, но, короче, расшатался, вот. Кстати, я ее, так как положить не могу, это было очень сложно его и держать, и клеить, потому что весит он очень много, я не знаю сколько, точно, ну, по ощущениям килограмм 7. Ну, потом за углю сколько, вот, но все равно он очень тяжелый, если бы она лежала, колонка, это было бы легко. Но так как она вот в таком состоянии, это было очень сложно. Снять-то я его снял, но мне пришлось его держать, потому что провода там довольно-таки короткие. Я его, короче, держал, вот, заматывал туда изоленту, вот. А самое сложное было, это его обратно сюда поставить, потому что, ну, блин, он очень тяжелый, и двумя руками я его еле как затоскал. Потом я понял, что надо еще вторую сторону сделать, потому что призвуки были. Я его заново снял. Очень сложно, но все-таки я его... Ну, я просто боялся повредить именно колпак. Кстати, вот такой звук у него. Прикольный, он, кстати, довольно-таки крепкий. Я не буду его, ну, прям, сильно у него давить, но звук у него такой прикольный. Ну, короче, второй раз его снял, обклеил там... Я чуть-чуть просто кусочек изоленты туда впихнул, вот этой черненькой, вот. И все, и второй раз был еще тяжелее его сюда запихнуть, это просто жесть. Ну, я его сюда запихнул, вот. Вот, и теперь можно закручивать его, в принципе, и будет нормальный, наконец-то, звук. И можно будет нормально насладиться звуком данной колонки. Да, конечно, у меня здесь не работает выскочастотник. Я на него заказал, но мне не отправили. Четыре дня прошло, мне не отправляют. Ну, в общем, я потом это закажу. Вот, выскочастотник. И поменяю здесь, потому что он не работает. Пока я использую эти китайские пищалочки. Вот, а на вторую колонку у меня просто пустой корпус. Там все абсолютно есть, все сетки, все регуляторы, фильтра и вот эта вот часть. Там все есть, но только динамиков нету. Я уже заказал 75ГДН, только он будет... Блин, мне показалось, что динамик тут... Сон, ты нет. Короче, он будет просто черный. То есть, если тут используется 30ГД2, то там я заказал 30ГД6. Короче, 75ГДН. Хотя это то, 75ГДН, это просто старое обозначение вот такое. Вот, ну, я думаю, в принципе, разницы абсолютно никакой не будет в звуке. Ну, только цветом будут отличаться, в принципе, и все. От этого, я думаю, ничего страшного не произойдет. Вот. И как раз-таки вторую пищалочку потом закажу. А средний частотник у меня уже есть, вон, 25ГДН. Я могу его, в принципе, использовать, потому что он идеально туда вмещается. А там вроде 25ГДН и используется. Не знаю. Вот. В общем-то, вот такая вот небольшая история, как я его... Ну, типа, устранил проблему, да, вот этого хрипа. Я сначала думал, что этот динамик вот пален, типа, что его уже там... Так громко слушали, что он подпалился там со временем. И катушки там уже плохо. Но это, казалось, просто контакт дотроялся до корзины. Ну, или до рамы, как он называется правильно? Просто не очень шар в динамиках. Вот. В общем-то, вот такие дела. Когда мне придет второй динамик, низкочастотный 75ГДН и высокочастотник, я сниму обзор. Вот. И установку в второй корпус. Кстати, второй корпус, состояние у него... Ну, он очень грязный, его надо почистить. Вот. А так, в принципе, состояние у него тоже неплохое. Вот. Я его, в общем, потом соберу. Вторую колоночку. Вот. Но я не знаю, куда я ставлю, потому что сюда я уже не помещу. Хотя, если вот это убрать, в принципе, я думаю, можем будет как-то сделать. Ну, если не получится, значит, вот туда, либо вот там в ухо поставлю. И будут чисто такие вот офигенные колоночки. Да. У меня комната так-то, ну, вот если вы ни разу не видели, типа, полную комнату. То есть, ну, она действительно маленькая, данная комната. И S90, ну, объем слишком маленький комнаты. Надо побольше комнаты, но... Какая есть? Ну, даже с таким объемом комнаты, она звучит очень-очень хорошо. То есть, мне нравится. Вполне себе. Слушать можно. Так, вот я еще немножко поднавалил. Ну, все нормально. Вот давайте я поромче сделаю. Я пока не закручиваю его. Так, и теперь на тихо. Вот на такой он у меня хрипел. Абсолютно чисто играет. Вот. Ну, только слышно воздух. Сейчас я его закручу. И все. Его можно теперь нормально использовать. В колонке слушать. Ну, короче, вот. Растянул видео. Хотел, блин, две минуты заснять. Ну, да ладно. Вот. В общем, ждем, пока мне отправят второй 75 GDN. Только в черном цвете немножко новый. Ну, более новый. Новая модель. Это 30 GD6 уже говорил. Вот. Ждем. И будем устанавливать во вторую колонку. Конечно, блин, мне не нравится, что там будут разные динамики. Ну, может, потом вот этот закажу. А вот тот будет как запасной. Не знаю. Что он мне вырезало? Иди отсюда. Вот. И, короче, ну, посмотрим. Я думаю, звук, в принципе, не изменится. Потому что там другой цвет и более новая версия динамика. Абсолютно. Ну, я думаю, что звук не изменится. Потому что по размерам они одинаковые. По характеристикам они абсолютно одинаковые. Вот. Поэтому. В общем, ладно. Сейчас пойду сеточку ставить на место. И, в принципе, можно его дальше слушать уже без проблем. Потому что, ну, звук теперь уже будет нормальный без хрипов. Вот. Я реально думал, что мне придется покупать вторую динамику вот сюда. Но повезло. Это оказался просто контакт.